поняли отсылку не поняли поняли же да это прозвучало странно целую композицию идеально подожди это как вообще происходит весь зал просто врубите просто эту тему веселый молодой и такой задорненький а это так жутенько выглядело пацаны и пацаны совсем добро привет только что на самом деле у меня два часа ночи поэтому я буду немножко тихим но зато ламповым мы с тобой в уютной атмосфере будем обсуждать человека-паука естественно человека-паука нет пути домой только что на самом деле вернулся с сеанса и я тебе так скажу хочу это немножко будет выбиваться будет выбиваться из категории реакции это не реакция сразу говорю ребята поэтому ну своего рода конечно реакция знаете ли а поняли отсылку не поняли поняли же да вот но тем не менее скорее такие впечатления и реакция мнение вот только что пришедшего человека который только что посмотрел что-то свежее что то что вот сейчас горит и хочется это выплеснуть в хорошем смысле немножечко возможно на вас это прозвучало странно но в любом случае вы поняли о чем я да поэтому это не волнуйтесь это такое исключение формата исключения из того что происходит естественно реакции реакциями здесь просто хочется поделиться просто потому что я ждал на самом деле этот фильм вы знаете вы знаете что мы с тобой мы с вами смотрели трейлер этого фильма будет первая часть этого ролика которая будет максимально бесспойлерная наверное коротенькая я просто скажу какое-то такое вот впечатление о фильме без вообще каких-либо спойлеров и вот когда сделаю вот так и скажу спойлер начинаются они начнутся как-то более можно будет глубже обсудить какие-то моменты детали которые сейчас вот запомнились после первого единственного пока что просмотра без какого-то глубокого анализа но в общем-то анализировать там и нечего давайте начнем с бесспойлерной части сразу скажу что на самом деле фильм является тем чем и должен был являться по сути а именно очередным фильмом marvel не плохом смысле я этот фильм ждал то есть фильм такой попкорн муви на который ты идешь с пониманием что это попкорн муви где будут разные у тебя эмоции будет и смех естественно marvel юмор но это как бы уже какой-то прям неразрывные мне кажется неразрывные вещи юмор эмоции взгрустнуть тоже будет где удивиться будет где но наверное его знаете выделяет среди остальных фильмов в том числе вот человек паука с томом холландом 1 2 части что есть нотка вот это вот серьезности какой-то да именно в отличие от предыдущих фильмов с холландом то есть здесь нотка серьезности есть она такая прям нотка нотка но она имеется и это приятная нотка я тебе скажу это та нотка на которую я рассчитывал может быть и рассчитывал на большую нотку на целую композицию нотную просто роспись но тем не менее одну как бы нотка уже тоже хорошо вот кто же хорошо это наверное качественно выделяет фильм от предыдущих частей и честно я импровиционно сейчас рассказываю мне не даже тезис на ничего накинутого я просто говорю что в голову приходит поэтому делюсь с тобой свежим мнением вот как бы пока без спойлер на часть бесполерная ни разу не сделал этого поэтому если вам интересно но как бы поддержите буду благодарен спасибо большое пальчики лайкосики даже не сказал самом начале об этом вот пальчики ставьте да если это интересно но мне будет приятно в любом случае это не что-то что сейчас на постоянной основе вами про фильмы рассказывать буду мы это делаем в реакциях что-то обсуждаем разные вещи и прочее прочее у нас есть как бы для этого местечко и формат это такое исключение из правил исключение из правил на канале вот такой вот решил я сделать исключение буду как бы только рад если вы это исключение тоже как-то поддержите спасибо вам большое кстати тем кто решит это сделать все таки так вот о чем я такой фильм который в духе прошлых частей поэтому если прошлой части вам понравились понравится эта часть я уверен если вам нравятся фильмы марвел вам понравится этот фильм марвел каких-то вот таких вот моментов но я бы не сказал что они есть возможно просто потому что я какие-то вещи знал там сливы несли вот это все может быть не все знал но частично я все-таки это знал и если вы смотрите с нуля наверное впечатление будет прям если вообще умудрились даже может быть не смотреть там трейлеры тизеры то вы конечно хрените вал будет но если вы видели хотя бы трейлера то естественно вау прям такого не будет хороший хороший фильм мне понравился честно скажу то есть если вот так вот прям коротко говорить он мне понравился не сказать что это какое-то плохое кино которое не интересно смотреть интересно динамично весело грустненько местами самое главное конечно же ностальгично но вот как бы все видели какие там злодеи появляются все знают что это злодей из собственно прошлых фильмов из гарфилдами с тоби магуайром и понятное дело что ну куда без этого что выделяет в том числе этот фильм это ностальгичность вот безумно безумнейшим уровне каком-то отсылочки на то на другое на все мои наверное прикольно было бы кстати посмотреть пересмотреть предыдущие фильмы перед тем как смотрите этот чтобы ну вот как-то прям освежить немножко памяти я этого не делал честно сказать но если у вас есть время и желание в можете этим заняться это скажу так это это наверное хорошо прям создаст атмосферу поддержит атмосферу которую вас при просмотре этого фильма будет будет но если вы посмотрите еще вот прошлые прямо после этого пойдете смотреть этот и вот прям свежо в память это будет мне кажется этого идеально 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 ляжет на но впечатление об этом фильме вот это что касается бесспойлерной части а теперь ребятки показываю так и мы переходим с вами к спойлерной части и тут конечно самое интересное во первых все сливы абсолютно которые я по крайней мере слышал оказались правдой просто абсолютно каждый и сорви голова появился мертвых что просто вот прям восхитительно было и момент этот все сливы оказались правды то есть и другие паучки естественно были мы с тобой знаем мы с тобой видели и гарфилд и тоби появились на самом деле все что я видел слива действительно казалось правды и трейлер где вот этот момент был замазан где на самом деле три паучка должны были лететь тоже правда оказалось абсолютно даже я видел какой-то на самом деле чувака который на ютубе сделал до того как вышел фильм сделал типа правильную скажем так версия куда добавил других паучков и она настолько была похожа на то что было в фильме что я даже немножко такой под как подожди это как вообще можете погуглить и на ютубе найти поискать чувак сделал просто трейлер взял официальный трейлер добавил туда график и пауков и местами это один в один как фильме я такой что происходит ну на самом деле это прикольно не знаю что он связан как-то со студией которая делает фильм рисует графику и прочее или нет но вроде бы нет но может совпадение такое тем не менее что хочу сказать вот важный момент который наверное стоит сказать что это прямо супер отсылочный фан-сервисовый фильм там просто вот фан-сервис на фан-сервисе только так только так фан-сервис отсылочки знаете ли я своего рода ученый на котором просто на моменте этому весь зал просто ба взорвался прочие шутичные моменты естественно что меня на самом деле покоробило и вот не понравилось честно скажу не понравилось ну как не понравилось вот ожидала немножко другого появление магуайра появление гарфилда они прикольно сделаны так он такие с юморцой забавные достаточно но чего мне не хватит и появление там от то прикольное появление гоблина прикольно но чего мне не хватило в этом фильме вот прям категорически не хватило ребята я не знаю из того что я я не уверен что как бы другие может быть это подметит не подметили уж не знаю как бы я это говорю бы чисто про себя саундтрек саундтрек самого фильма человек паук нет пути домой хороший то есть вот именно оригинальный саундтрек этого конкретно фильма хороший но учитывая что в этом фильме появляются злодеи старые персонажи старые а уж что говорить я уж честно говоря саундтрек с гарфилдом плохо помню но полян саундтрек трилогии сэма римми это нечто вот максимально атмосферно запоминающийся и я так хотел это услышать а услышал я всего лишь что правильно вот эти нотки примерно на две-три секунды что-то похожее такого и все и забыли а потом играет опять саундтрек самого фильма с холдом что логично конечно но блин я так хотел чтобы допустим мгуайр гарфилд появились под свои саундтреки нож мгуайр точно появился под свой саундтрек я хотел чтобы от появился под свой саундтрек который тун-тун тун тун-тун тун-тун но помните этот концерт seo помнит я думаю что на мосту от он будет появляться начнет эта музыка играть тунтун тун-тун когда гоблем появился я думал что тоже заиграет а там там чуть-чуть так вот опять же но . такая прям намек как будто бы на саундтрек сыграл заиграл и закончился и сразу почти что как будто бы не за играв мне кажется это конечно упущение то есть это вот прям такую атмосферу дало бы буст к атмосфере такой бы просто насыщенный дало бы но почему-то не использовали уж не знаю с чем это связано может с какими-то правами не правами хотя казалось бы частично то они все равно использовали то есть там нотки были там в конце и тема магуайра немножко вроде сыграла ну так чуть-чуть и у гоблина было тоже вот пара секунд по вначале к вам появился или в какой-то момент короче было тоже ночь это было но как-то вот оно как будто бы не до конца ну вот вот этот момент наверное единственно меня расстроил честно скажу ну как единственный вот основной что расстроила хейт я ждал саундтрек я хотел это услышать потому что на саундтрек очень действительно хороший запоминающийся классный у сам рэйми ну из трилогии сам рэйми я имею ввиду естественно не он саундтрек это вписал но тем не менее и я в конце даже в титрах видел что как бы вроде как эти темы были использованы в фильме но они были использованы но как за всем честно не умело и по-дурацки мое мнение вот когда намеками намеками да включите в эту тунь-тунь-тунь-тунь-тунь-тунь-тунь врубите просто эту тему и все оставьте ее это будет у но нет не сделали так не знаю опять же не знаю не знаю почему сделали сам на самом деле саундтрек в фильмах с холландом я имею ввиду как бы оригинале саундтрек вот этой части вот этого фильма не каких-то других фильмов с магуайром или гарфилдом гарфилдом он хороший он хороший действительно моментами он очень эмоциональный эпично сделанный но вот такого момента не хватило про это вот хотел бы сказать что касается каких-то эмоций то есть много юмора юмора просто дохерище но это marvel я думаю что marvel за последние годы юмор это ну как бы такие вещи абсолютно неразрывные стали и юмора здесь много как с другими паучками юмора как в целом каких-то книжовеньких таких моментов юморных тоже достаточно предостаточно но это приятно это прикольно смотрится честно скажу даже как бы улыбочку вызывает местами прям реально хорошо местами хорошо опять же я своего рода ученые добром ажи было сильно и неожиданно но сильно но какие-то такие вот непонятные моменты где просто кучу злодеев заходят в комнату такие в камере показывают какие-то типы заходят там просто гриба там песочный какой-то человек потом хэппи звонит говорит ты кто такой кто у вас там я же вижу все в камеру это было тоже было забавно все это прикольно выглядит на самом деле вся юморца который есть фильме она она мне понравилась честно улыбает грустные моменты дают сгрустнуть то есть момент с тетей мэй тоже сделан хорошо нормально то есть эмоции мне кажется вызывает вот и я уверен что многие всплакнут в эти моменты но такие суровые что мне на самом деле в этом фильме вот глобально понравилось и почему я могу сказать наверное с уверенностью наверно было в бесполерной части это сказать но сейчас вырежу или не вырежу да похер не вырежу наверно уже как-то странно это будет но я так скажу это на мой взгляд на мой взгляд наверное лучшая часть вот именно в трилогии холланда ну вот на мой взгляд действительно лучшая часть в трилогии холланда я объясню почему на самом деле важный момент который мне понравился и качественно отличает этот фильм от прошлых нам на мой взгляд опять же это вот это вот та самая серьезная нотка который я говорил и она не просто серьезности добавляет она как мне кажется развивает наконец-то пучка холланда что касается там того что происходит в процессе особенно в конце это наконец-то дает какой-то буст к развитию персонажа холланда просто потому что первые два фильма ну это вот буквально один тоже вот возьмите просто трилогию опять же сам рэми да и посмотрите в первой части во второй в третьей просто но питер паркер как бы развивается меняется в первую во второй в третьей части с ним постоянно вот как с персонажем с его характером с его совсем на самом деле происходит абсолютно разные вещи он меняется что касается холланда ну возьми первую вторую часть я не особо вижу чтобы он там менялся но вот паучок такой знаете веселый молодой и такой задорненький а и особо но ничего не меняется качественно и наконец-то в конце этого фильма это происходит это вот это вот происходит то что наверное должно было произойти и это мне кажется качественно отличает этот фильм от предыдущих вот это мне понравилось плюс вот эта нотка серьезности наконец-то показала что холланд хорошо отыграл вот здесь паука то есть всегда какого-то такого неуклюжего чувачка играет и здесь так как были моменты где ему надо было все-таки играть уже не просто неуклюжего прикольного такого чувачка веселого. Ты видишь, что да, хорошо играет парень, неплохо, как бы очень даже прикольно играть паука, то есть может сыграть хорошо. Это, наверное, вот просто показывает грани, скажем так, Холланда наконец-то в каком-то новом свете, потому что, ну, вечно как бы вот этот вот неуклюжий паучок, дружелюбный сосед, но немножко, конечно, было бы странно, если бы в этой части было бы то же самое. Забавно, что эта трилогия вроде завершается этим фильмом. Завершается. Причем завершается очень хорошо. На мой взгляд, завершение хорошее. Нет такого, что слили концовку, еще что-то. Нет, нет, не слили. Вполне себе завершение абсолютно логичное, адекватное и вообще без каких-либо претензий к нему. Мне кажется, нормально. Толково завершили. Но другой вопрос, что я видел новости, что как бы на самом деле еще где-то три или шесть фильмов будет с Холландом. И я такой типа, а что не завершили-то? Не знаю, что не завершили в итоге. Может завершили, может не завершили, хрен пойми. Но именно если брать вот этот фильм, концовка мне понравилась. Нормальная. Что касается сцены после титров. Ну там их две на самом деле. Одна сцена... Да, кстати говоря, смотрите сцены после титров, оставайтесь. Какие-то что я говорю, это уже спойлерная часть, поэтому если вы досмотрите, вы посмотрели фильмы, вы либо остались, либо нет, потому что у нас в зале на самом деле люди некоторые встали, просто свалили. Я такой... Ха! А я на самом деле прочитал, что будет две сцены заранее. Ну как-то вот так вот без спойлер умудрился увидеть в новости какой-то, в названии новости было написано типа, что две сцены после титров. Я такой, о, ну все, хорошо. Будет две. Ждем. Вот. И там какие-то лопухи стали и ушли. Вот. Ну естественно я не уходил. Естественно до конца обе посмотрел. Первая сцена это, соответственно, продолжение скажем так сцены с Веномом, которая была после фильма Веном 2. и вторая сцена это это, скажем так, ну тизер к следующему фильму с доктором Стрэнджем, к его части как там Безумная Вселенная или что-то такое не помню как называется. Но второе, второй тизер прикольный, злой Стрэндж я плохо разбираюсь на самом деле именно в персонажах, как бы в комиксном не совсем понимаю, что за злой Стрэндж, но выглядело, конечно, немножко жестковатенько так чуть-чуть. А вот что касается Венома, ну с одной стороны жалко, что слили, скажем так Харди. Ну то есть очевидно по крайней мере по этой сцене, что Харди уже не будет, как бы в киновселенной Марвел именно вместе с паучком Холланда вряд ли он будет с ним взаимодействовать, потому что он вернулся в свою вселенную куда-то там вот, но с другой стороны будет Веном. Симбиот остался, кусочек. И знаете, двоякое ощущение Харди прикольно выглядит в роли, конечно Венома, но он такой, ну наверное согласитесь, что детский, веселый такой фильмец. Я всегда себе представлял Венома почему-то, почему-то уж не знаю, может это основано как-то на мультиках там 94-го года может быть еще на чем-то, хотя в мультике он по-моему тоже шутковал, но тем не менее мне почему-то всегда казалось, что Веном это такой прям мрачный супер серьезный взрослый персонаж, которого вот вообще без шуток надо снимать, прям вообще жестко, прям жестко взять и снять и показать его как-то может быть более серьезно и с одной стороны жалко, что Харди слили но Харди мне нравится. Мне просто нравится Харди он прикольный. А с другой стороны наверное есть надежда на то, что может быть будет какой-то другой Веном, более серьезный. Но эта надежда тоже такая спотыкается все-таки о Марвел который ну вот очень тесно с Юморцой так или иначе связан. И вряд ли наверное будет что-то качественно отличное от того, что было в Веноме в самом фильме. Но может ошибаюсь. Ну то есть как бы это еще один шанс Веному, скажем так. Кому не понравились фильмы может быть, да, первый, второй но они такие, знаете, посмотрел забыл, на мой взгляд. То есть ничего прям вот такого нет, но посмотрел забыл, по сути может быть это такой второй шанс для Венома для этого персонажа. Может его как-то по-другому сделают и как-то больше понравится вот тем как раз, что ну может не проходнянским какого получится, да вот, вот что касается злодеев честно сказать, по злодеям мне конечно же больше всего понравились Уильям Дефо и Малина, ну то есть Отто и Зеленый Гоблин или Зеленый Эльф как его назвали в фильме. Какой-то эльф с ушами. Вот но больше всего, то есть Малина, то есть Отто, да, был приятным просто. Прям приятный такой. Реально приятный актер, излучает хорошую, приятную добрую атмосферу, но еще и добрым стал сам по себе что прям мне понравилось, честно говоря очень понравилось. Потому что добрым ему быть идет. Добрым идет а вот как бы злым не очень и Зеленый Гоблин, ну Гоблин Уильям Дефо, конечно, номер один злодей. Ну вот тут ничего не скажешь. То есть из всех злодеев прям злодейшее злодящее, прям максимальное ничего как бы по-другому. Мне кажется ну все согласятся с этим. И вот у меня был один момент на протяжении фильма. Вот один момент, когда я прям почувствовал эту вот злодейстость Уильяма Дефо это когда они в коридоре по-моему сражаются с Питером. Он его прям держит. Дефо на него смотрит. Питер его бьет по лицу. Питер его бьет по лицу. Бьет по лицу. Бьет по лицу. И тот начинает просто во весь голос смеяться. Это буквально, наверное, секунды четыре вот это показывают. И это так жутенько выглядело. А ты такой типа чё? Вот не знаю. Прям пробрало в тот момент. Пробрало, честно скажу. Пробрало. Что, кстати, Тоби и Гарфилда. Ну, это прикольные сцены между ними есть. Много отсылочек. Конечно же, куча отсылочек. И на дядю Бена. Там даже есть отсылочка, по-моему, на вот этих пауков, которые друг на друга показывают. Ну, как бы они там вне костюма. Не в костюмах это делают, но тем не менее. Там очень много отсылочек, конечно же, к фильмам с Магуайром, фильмам с Гарфилдом. Куда ж без них. Просто прикольных моментов. То есть, они общаются как реально братья, а они друг друга понимают. Хоть из разных вселенных. Это прикольно. За ними прикольно наблюдать. Вот так. Есть там ирония над Гарфилдом тоже такая небольшая. Всё это реально классно сделали. Ну, на самом деле, ядро этого фильма это, конечно, ностальгия. Это прям ностальгия, которая так и прёт, и ты такой хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Музыки не хватило, чтобы эту ностальгию как-то ещё более усилить, конечно. Опять же, чисто на мой взгляд. Но, в целом, в целом, реально классно справились. Даже несмотря на то, что музыки не было, появление Магуайра было такое. Ну, чё, чисто просто из курточки такой вышел, да, из портала. Да как-то вот так прям сделано было, конечно. Но даже несмотря на то, что музыки не было, у меня прям мурашка-то мурашка, мурашка-то мурашка. Мурашка, ребята, мурашка. Мурашка-то мурашка. Вот. Это было. Это было, да. Исхудавший он ещё такой, знаете, взрослый, мудрый уже. Блин, ну это реально здорово смотрелось. Такое прям серьёзное. И мне понравилась вот эта история про то, что они про паутину обсудили. Я прям думал. Я думал. Я видел, кстати, как некоторые люди тоже писали об этом. Интересно, как другие пауки, типа, отреагируют на то, что у Тоби как бы эти... Оно... Уэбблад, как там называлось-то? Паутинная охровь или что-то какое-то есть. Как это? Я не помню, как это называлось конкретно. Но, в общем, то, что у него оно внутри, и он пуляет этим. А нет какие-то приблуды, которые он сам сделал. Тоже было интересно. Тоже прикольно, что они обсудили. Как-то было показано, как они реагируют на это. Реакция, реакция была показана. Это тоже было здорово. Это, ну, как бы это... Ты этим задавался перед просмотром такой, а будет ли это? И это было. И ты такая... Это да. Вот. Все, на самом деле, взаимодействия между ними прикольные. Что касается графики там, ничего разрывного нет. Я не знаю. Мне кажется, мы сейчас на таком уровне, что уже, как бы, ничего разрывного пока что и не будет. Местами даже казалось немного, ну, странным. Как будто бы что-то с графикой было как будто бы не так. Но это, возможно, покаталось, потому что я смотрел там не в Аймаксах. Вообще, кстати, я не понимаю вот этого прикола, что Аймакс есть, но он только в 3D. Вот это прям меня так огорчает в последнее время. Вот фильмы, которые выходят в Аймаксе, они выходят в Аймаксе 3D. Потому что, ну, огорчает. Я уж не знаю, на самом деле, как у вас с этим дела, но у нас в большинстве случаев в 3D это просто темень, где ничего не видно абсолютно. Ну, то есть, это какая-то дрянная картинка, мыльная, ужасная и лучше без каких-либо очков просто пришел, смотришь на монитор по стариночке, все нормально, четко видно. Я смотрел, естественно, не в Аймаксе, потому что, ну, опять же, я не понимаю этого. К сожалению, наверное, где-то есть хорошие Аймаксы прям очень крутые, где все четенько-четенько, но то, что я видел, было не таким, к сожалению. Смотрел на экране таком, не супер большом, может быть, из-за этого как-то показалось. Но, тем не менее, не знаю, короче, было ощущение, что местами графика немножко как-то что-то подхрамывает. Вот, Defoe, злодей, number one. Фильм, на самом деле, отличный. Вот это какие-то такие первые впечатления. Странным показался момент поведения песочного человека, как-то его вот, что-то он сначала был хорошим, вроде добрым. Я думал, он сейчас будет все добрым до конца. А он что-то добрым был не до конца. В какой-то момент стал злым, как будто бы. Тоже начал атаковать пауков. Хотя зачем, с другой стороны? Он, вроде, свою дочку хотел увидеть, но, типа, чё? Чё ты делаешь? Определись уже, ты вообще злой или плоской? Чё ты? Чё ты делаешь? Но прикольно было в конце актера увидеть. То есть, я думал, вот они почему его не показывают именно как актера, я думал, что уже не будут использовать, не используют его образ, того самого актера из третьей части, Сэма Рэйми. Но нет, в конце был именно этот актер в своей этой, как бы, футболочке или рубашечке, или что там у него, как бы, удивительно было. Я такой, ну ладно, хорошо. Видимо, решили просто ему особо не платить. Не сильно платить. Поэтому просто в конце его вставили, скажем так, такой камео. А до этого он был чисто графикой. Но с другой стороны, может быть, он всё равно отыгрывал. Ну, то есть, как бы, они же там, если графикой, то они просто в этих, во всех костюмчиках смешных и всё равно отыгрывают сами. Ну, наверное, так и есть всё-таки. Наверное, ему платили с самого начала до самого конца. Но просто странное решение было, что его не показывали в человеческом облике, а показали только в конце. То есть, он как будто бы, что он, он разучился, что ли, превращаться в человека. Не ясно. А, с другой стороны, может, он голый был. Кстати, кстати, вообще-то в самом начале, помните, где он только встретил этого песочного человека, тот сказал, что голый стоит. А в конце он превратился в обычного человека и был в футболке. А-а-а, не голый был, получается. Или что? Он там одежду в процессе где-то нашёл, приоделся. Не знаю. Хе-хе. Вот такое вот упущение. Вот такое вот я нашёл сразу упущение небольшое. Вот. На самом деле, это такие первые впечатления. Хотелось поделиться, потому что, ну, вы знаете, я этот фильм ждал. Как-то прям немножко раскрайповал его для себя. Супер высоких ожиданий, конечно, не строил. Хотел вот этого эпичного появления, эпичной ностальгии, может быть, эпичного ухода этих персонажей под музыку. Но как-то, конечно, этого не получил, но получил кучу другого. Хороших эмоций, приятных. Не пожалел, что сходил на этот фильм. И будет интересно почитать, что как бы, как он вам. Как он вам. Фильм такой, реально, по сути, фансервис. Хорошее завершение трилогии с Холландом. Или, опять же, я говорю, там, вроде ещё три фильма собираются выпускать, потому что не знаю, почему завершение трилогии, но почему многие называют это завершением трилогии. Ещё только до того, как фильм вышел, и называли завершением трилогии. Потом вышла вроде новость, что ещё три части будет. Это такой, ну, а что завершать тогда? Непонятно. Что-то трилогию завершают. Неясно. Но, тем не менее, приятный, хороший, ностальгичный. В общем-то, то, что и, наверное, ожидалось в основном, и получилось. Вот. Эмоциональных моментов тоже много. С Гарфилдом эмоциональный момент есть. Особенно там вот эти, вот скажем так, флэшбэки, что он тогда не спас, в этот раз спас. Но это прям, да. Вот. Приятно на них смотреть. Приятно смотреть на Тоби. Я, конечно, ради него больше прям вот... Приятно было на него смотреть. Озвучку тоже, по-моему, вернули. Ну, у Уильяма Дефо была точно старая озвучка. Голос. О Тоби, честно говоря, не помню. Плохо помню, потому что не то, чтобы прям недавно пересматривал эти фильмы. Но всё было здорово. Всё было здорово. Вот такой вот, на самом деле, ролик, который немножко выделяется, конечно же. А из других, ну, как бы, не реакция, скажем так, не прямая реакция. Скорее, такая пост-реакция. Пост-реакция, мнение, впечатление. В любом случае, такой в виде исключения. Решил сделать, решил поделиться. Мог бы записать что-нибудь в Телеграме, но подумал, что а чё бы не сделать, вот так вот как-то не рассказать. Пока свежо. Пока оно вот здесь свежо. Вот, ребята, понравилось? Ставьте пальчики ввысь. Спасибо большое всем, кто поддерживает. Ставит пальчики, пишет комментарии. Фух. Ну всё. Теперь можно пойти и, наверное, пошпак. Но на самом деле нет, потому что я вот то, что сейчас записал, буду тебе готовить. Всё. Ссылочка уж на оригинал никакой не будет, как я обычно говорю в реакциях. Потому что здесь просто было вот такое вот мнение. Спасибо, что составили компанию. Будет интересно почитать ваше мнение. И увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь. Муа-па. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok